всем привет очередная серия приключений моего бравого служаки патом рпг того самого который никому не отдал автомат с девушкой мы поговорить не можем по моему мы можем заскочить час поговорить он хочет косячок или цебарку собственно не суть давайте сохранимся и посмотрим что он хочет перед вами в окружении мрачных лубов с оружием стоит коренастый мужичонка защитным платком на лице заметив факт он оживляется и подходит вам сам привет братишка слушать окуриваю не найдется найдется держи папироску все-таки папироска у нас была значит ну отлично закурил игрит ох благодарю братишка мне этого не доставало ладно ты чего хотел то а что вы тут делаете ждем приказа выезжать я водила а эти два вот мордоворота ко мне охрана приставлены дела караванные лишь на капоте грузовика череп и перекрещенные сабли это символ перегона значит что мы не какие-то там частники вполне официальный караван а чего маски не бандит случайно да какой там бандит как будто только вчера родился маска меня от пыли бережет если недели в пути проводишь то без него и как сложно понятно бывает то есть цебарка и без цебарки он нам как-то ничего особенного не расскажет цель у меня сегодня прекратить вот это вот безобразие что здесь происходит с шашлыками с торговлей людьми я так понял что они какие-то там пытки в общем жуткое непотребство что творится сухопарой с короткой рыжей бородкой в чистом накрахмален фартуке мужчина приветливо машет его на его лице расплылась добродушная улыбка похоже что он действительно рад вас видеть алоха странник после того как бегал на побегушках у федора максимовича пради проголодался так подходи у нас тут шашлык машет над угольками томится одного тебя ждет здорово конечно но я здесь не для еды не для дымного только с мангала сочного шашлыка пальчики оближешь а для чего же тогда кстати насчет вашей шашлычной да и что за нее повара сигналят 6 новых шашлыков в обычной точке приходи забирать и вопреки вашим ожиданиям ничего не меняется в лице радушного шашлычника он немного растерянно пожимает плечами и улыбается рановато как-то в этом месяце слухал антон нам с тобой инспекции делать пора да да уже спасибо что предупредили приятель джентльмены собрались и ушли так как обычно краткая ревизия со здоровым как как самочувствие выпей таблетку если болеешь дедушка фидель тут непонятно у него все красное вроде все нормально патронов вроде насовал столько уже что должно хватить пошли посетим гурманские радости бля у нас группа встречающих они задолбать ли нам эту группу встречающих ножами вот как-то да если я не так близко мои все равно ломанутся словил крит и ладушки жуткие вещи здесь товарищи я видел ранее но такое безобразие это конечно вот тот самый бык римский или чем-то там это не римние до них придумали эту гадость которую людей мучают вот камера пыток и еще стоит видеокамера то есть на видео все это дело снимают сплошное безобразие и непотребство это сейф или ящик ничего здесь для нас интересного а нам порох наверное пригодится есть там интересная деревенька где можно порох собирать значит сколько времени мы будем здесь собирать неважно когда пойдем выходить тогда уже собственно и нас попросят так я до сих пор не собрал это оружие первобытных изолента и и подточить надо будет немного да что уж так то а у меня скилл один давайте тогда загрузимся так этаж с таким умением я буду долго я задумался а не выкурить ли мне косячок не косячок на такую часы сигарку да видимо это надо делать если и делать то где-то за кадром то есть это долго нудно и не интересно собирать ну что ж ты родные куда ты побежал блин записка жирными пятнами не забыть стоит убить оставшийся шашлык у меня есть нехорошее подозрение что кто-то хочет с нами расквитаться убитый шашлык как обычно пустить на шашлык закупить новых кассет для камер старые все заполнены и отправлены гурманом улучшить звукоизоляцию недавно во время их с шашлыком в кавычках крики доносились даже из-под земли люди задавали вопросы непорядок закупить болтов для самострелов разобраться с водилой который хочет выйти из дела донос бороды то есть какой-то водила хочет выйти из дела возможно можно было и через него как-то это самое узнать что происходит крепости отморозков где наши поставки шашлыка комната пионер в плену в сс очень популярна нужно подумать о ее расширении жутковатый список список гурманов в перегоне николай сиплый сипловский а мы у его убрали и абрамова убрали вот так вот катушкин обдулся хим и шандор краб не помню этих личностей я возьму с собой эту бумажку песни зверей песни птиц зажгли костры духи проснулись летят на огонь купальская ночь забери все бог лесов великий пан 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 великий пан его пан что ли такой короткий стишок написанный аккуратным почерком и чему это приложить тоже возьму с собой тот мы прочли соответственно нас уже он будет везде этом сам по труппельнику мы полазили пошли еще в эту комнату здесь арбалет и заряды для него болты то бишь за лента веревка в этой комнате они насилуют и что-то ломают ужас а это комната павлик морозов в гостях у сс молоток лежит белая косыночка бима гвоздями так все делать нам здесь больше нечего строим свою команду и и идем на выход вы хотите было начать восхождение но тут сверху вам в глаза бьет сильный луч света кто-то светит на вас фонариком вниз темные силуэты с автоматами застыли в проеме люка эсэсовцы подумал штирлиц осторожно держа вас на муске мушки вниз спускается небольшой отряд головорезов теперь перед вами в окружении крепких мужчин спортивного телосложения стоят с мрачными рожами иван и антон партнеры владеющие шашлычной оба направляют на вас пистолеты первым заговаривает иван а мне показалось что это беспроигрышный вариант когда не просто маскируешь свой настоящий бизнес под шашлычную но еще и делаешь шашлыки так чтоб никто не усомнился в том что это правда твое единственное занятие что нас выдало рассказать про почтальона неосторожное письмо подельнику в краснознаменном придется поработать над усложнением шифра спасибо ну а теперь пока уроды вам это просто так не сойдет с рук всегда сходило и теперь так же будет товарищи негодяи и подонки может обойдемся без кровопролития боюсь что не обойдемся дедуля вот значит варианты какие есть что мы можем напугать соратников они свалят и останется только двое этих шаурков вот один будет кидаться бутылками с огнем вот хочу первый раз просто попытаться атаковать первым и все же перебить всех вот правда я прошлый раз это сделал путем хорошо у меня с патронами смотрю гранаты кидал а сейчас думаю запустить пару очередей у этого метателя бутылок и в кого-нибудь из автоматчиков судя по всему надо а нет вот видимо вот этот наиболее опасен и конечно я не дал команду своим переменить оружие но это совсем безобразие конечно они у меня с мачете бегают ну что тут уже будешь делать ну раз моих еще не перебили тогда какие у нас есть варианты отстрелить этому глаз и эти в ближнем боюсь я буду чувствовать очень хорошо добавить и под нет такой вариант без оружия дальнего боя все-таки не подойдет им надо сразу говорить или в бою я не забуду на этот раз точно вот 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 точно не забуду я не забываю атакуем первыми и вот мне сейчас надо сказать своим напарником прекратить это безобразие с оружием о них появилось оружие в руках а собаки скажем пробежать вот сюда далеко не забежит пусть не учатся так сам я беру перезаряжаю очереди убираю этого и очередь на кого бог пошлет так я танковал по ходу как они красиво стали для гранаты вообще просто переесть где джентльмена с винтовкой джентльмена с винтовкой нет хорошо и вот этого надо а патрон то один душ барс получил неплохо урона но он все же жив ну а тут уже как то давайте работать с прицельными то есть этого автоматчика надо убирать дальше вопрос моей команды тридцать один хит могу я подойти наверно могу буду буду так собака легко ранен ранен здоров а зачем он побежал вперед он судя по всему побежал вперед для того чтобы погнался за этим ладно продолжим одного я должен убить и уйду с линии огня так далее что у нас получается что с коротким стулом тут командует нам как нам выходить это неправильный подход иди сюда ты иди сюда собака иди сюда перезаряжаюсь ждем вот и теперь когда джентльмен вышел давайте я ему все таки собаке скажу указать цель указать цель указать цель и я два прицельных так тяжело но мы смогли все таки перестрелять что у нас получилось фидель получил уровень и давайте сразу распределим это весело уровень фиделя мы будем поднимать в винтовках где-то до 100 для начала вот дальше нас интересует холодное оружие и скрытность наверное холодное оружие вначале в дереве умений мы ничего не можем взять на этом и все так ну благодаря тому что здесь столько всего мы можем щедро пройтись по труппельникам облетаем следующий следующий а можно ему шашлык в жопу всунуть такой опция не предусмотрено фидель мы хотим тебе отдать вот эти тяжелые железячки и покормить к спирамидам пусто еще и неплохое оружие оказывается было у последнего ну что пытаемся вылезти наверх на божий свет все же поприятнее будет ну что успешно прекратили торговлю с шашлыками к чертовой бабушке такие шашлыки нам не нужны я вот только одного не замечаю а где дедуля то есть дедулю я где-то того гексоген получил 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 бандит убит да нет живкин гексоген очки здоровья но не настолько чтоб с нами ходить гексоген я вам сказал там внизу оставаться у него нога сломана что происходит вообще так сейчас секунду сдадим лишний вес этому он обиделся что мы его с собой не взяли мы сказали мне там ждать это какой-то глюк вон стоит гексоген или лежит гексоген умер от кровотечения и он застрял в этом просто вот гексоген он там застрял в контейнере такое тоже бывает надо учитывать окей то есть гексоген был внутри вон он стоит соответственно если мы сейчас пойдем он сможет выйти из открытой двери да какие-то мутные происходят дела так а какой из них водителей хотел перестать работать может мы сейчас не сможем поговорить нет просто шел мимо бивай то есть не этот это два каравана ладно один караван а здесь водителей нету а что караван с монтировками который тут из вас торговец то что вы можете нам на 46 рублей ясно готово до свидания спасибо нет оставайтесь такими всегда оптимистами так значит нам надо зайти на баржу и найти того кто это мы билетик за вход в подлаточный городок отдали покушать здесь нельзя пойдем искать тетку которая занимается собачьими боями вроде как она должна нам немножко рассказать хотя денег не появилось есть тысяча рублей а у меня появился дивный товар топоры, ножи, ржавые наганы к примеру я знал мужик что найду в твоем лице благодарного покупателя и бензин потащу да, потащу бензин так, что за бензин тебе дадим не будем мелочиться и нам к собачьим боям можно поучаствовать в собачьих боях если наши добегут сейчас но где вы там общественники блин вот они так друг друга воткнулись джульбарс эки ты болезный так пошли выставим собаку еще раз на бои сохранимся ваш любимый пузатораспорядитель привет здоровяк пришел выставить своего красавца на бой именно я хотел бы принять участие вот это мне нравится слышать ставлю 300 рублей далее сейчас будет шумно извините зададим имю тряпку джульбарс команда получила 42 опыта то есть джульбарс убил голодного волка мужчина отрывается от причины денег хитро подмигивает вам вот так победа мои поздравления ты как хозяин чемпиона получаешь свои заслуженные 540 рублей ну что ж и лечим своего чемпиона кому там я отдавал еду или ни у кого нет еды хорошо дедуля ты еще жив там поездка с пирамиду здорово не так много быстро лечится значит мяса у нас ни у кого нет ну замечательно так и теперь надо найти эту женщину которую занимается вот собственно какая-то женщина высокая блондинка лет 30 с широкими плечами крепкими мускулистыми руками и широким шрамом идущим вертикально через правую половину ее лица охмыкает прикуривается странной самодельной зажигалки похожей на миниатюрный сварочный аппарат после этого она разворачивается к вам и сухо отвечает на вопрос который вы даже не планировали задавать давай мне предлагать у меня отпуск ищи кого другого а если б не было отпуска о каком найме идет речь тебе какое дело давай ступай же это не наша блондинка а что сообщают в квесте по этому поводу перегон перегон для проведения выборов да перегон законник который сидит в трактире в Фогилевке отправил меня поговорить с Калиндрой бывшей подругой некоего грабителя банков Чигурова она может пролить свет на то где он сейчас прячется я могу ее найти в трюме корабля где она ставит деньги на собачьи бои то есть возможно одна одна из этих вот телок и это вот он сам и прячется телочки я бегу к вам я 20 хп если что повоевать всегда за поговори с мамбетом поговори с мамбетом это видимо не они а вот и сам мамбет красавчик какой громоздкий дородный мужчина средних лет разложив подобные колонны многие одна на другую современный варвар праздно наблюдают за суетящимися по комнате женщины приметив вас мужчина сперва кто кто это сдвигает густые смоляные брови навскоре расплывается в широкую улыбки демонструю два ряда ту склых золотых зубов на каждой челюсти по два ряда смотрите на это заморм Что здесь забыл, братец? Дааа... Собственно, подай на меня в суд. Ну ты какой дерзкий, мне это нравится. Ладно, я не знаю, что тебе нужно? А кто ты такой? Может я чем могу помочь? Какую-то неприятную личность сделать ему? Какой ты? Ты-то? Хаа... Нет, человек у старика Мамбета все под контролем. А то, что не под контролем, ну то тебе знать не положено. Что еще? Или ты просто будешь стоять здесь, как соляная статуя? Ясно, не буду отвлекать, спасибо, я ухожу. Что у нас еще есть? Собственно, кого спросить? Художника? Старый сторож похоже сильно пьян. Он качается из стороны в сторону, периодически отпевает из бутылки с ядреной самогонкой. При виде вас он морщится, как будто раскусил целый лимон. Пшел прочь, наколол ты старика, гордись собой. Ждать плечами и отойти. Он не согрится? Нет, так, это кухня. Ищем еду для собаки. Пока бухло непонятно, может пригодится. Консервному собаку не подкормишь. Художник. Вы видите молодого мужчину, его взгляд сконцентрирован где-то в потолке, будто он что-то обдумывает. Прерывается эта концентрация только изредка. В эти моменты мужчина склоняется к нему блокноту и добавляет пару карандашных штрихов к необычному рисунку. Заметив вас, он приветливо улыбается и кивает. О, жалко я уже сталкеров на привале нарисовал. У тебя уж очень типаж подходящий, как могу помочь? А ты, как я понимаю, художник, что ли? Мужчина закладывает за ухо свой обрызенный карандаш и невинно пожимает плечами. Я тоже думал, что мы все выродились со времен большого абзаца. А нет, вот видишь, есть еще художники в мире, некоторые даже зарабатывать способны. Вот и я жду заказа от какого-нибудь печатного дома. Может им иллюстрации понадобятся? Ну, то может я тебе и так помогу. Ну, тогда смерим тему. Тебе помощь еще не нужна? Нет, не нужна. Жду нормальных заказов. К этому заказу мы должны и подогнать будем. Поискать в краснознаменной печатном доме, я думаю, что-нибудь найдем. так что же с собакой так осталось нам осталось девушка одну мы опросили вот еще одна стоит высокая брюнетка с пышным бюстром расслабляется и прислонившись к порже и шестин и прожавевший стеннике трюма ее взгляд направлен в сторону клеток с гавшикающими и визжащими от ярости бойцовскими псами заметив вас девушка поворачивается вашу сторону упростительно изогнув бровь в чем дело если тут для вязки обсудим цену не разочаруешься у календры цены такие же хорошие как и ее мальчика потомство ого вязка круто можно подробнее а вижу что обозналась ко мне очень часто приходит любитель собачьих боев просит устроить их сукам свидание с моим псом чемпионом к вражадным садистом четвероногим потрошителем по кличке буся чтоб щенкам хорошие гены достались ухты ясно а какой у буси отношение ко всему этому честно говоря не думаю что у буси есть какое-то особое мнение по этому поводу он просто пес логично сменим тему я ищу нашего общего приятеля чигурова ярость выражается на симпатичном лице календры она извительно усмехается хочешь знать где пропадает эта мать тереза переродившиеся в теле робин гуда у как ты в курсе где его можно найти когда мы в последний раз общались я ему сказала что в гробу видела его и его постоянные отговорки на это он ответил что-то в духе ты сама не знаешь насколько ты права пока коллектор разыскивают меня среди живых я буду скрываться в могиле ну не кретин ли я рада что бросил это сраного мецената современного савва морозова к чему это он тут почему он чигуров мать треза робин гуд и савва морозов в одном лице а почему почему когда он последний раз ограбил кого не последний раз ограбил кого-нибудь чтобы улучшить свою жизнь или сделать мне приятный сюрприз все что он делает с добытыми деньгами это подкармливать всяких сирот попрошаек мутантов и прочих слабаков на это смотреть противно меня к этому отношению такое же как у тех коллекторов которые за ним послали после ограбления банковского курьера они в курсе на что он тратит эти деньги но они пристрелят его только увидят без всяких задних мыслей и правильно жить нужно для себя а не для других интересно думают мы о всем поговорим о каких таких отговорках ты говорила милая я не могу выгулять гущу мне нужно помочь детям трудограда киса я не могу отвезти тебя на гору еж сироты челябинска доломали свой последний телевизор малютка я знаю что стырил 200 штук рублей у самого опасного банка здешних краев но они нужны на покупку нового приюта для деток козлина ненавижу его а разве вы не любили друг друга откуда столько гнева а понимаешь у всего есть предел когда тебя ценят ниже чем уличную попрошайку можно либо согласиться и потерять любое самоуважение либо послать к черту такого молодого человека ясно спасибо за честность пока очень интересный вариант даже не знаю чигуров пусть бы жил бы вот а что тут не осталось а у меня фогелевки собственно осталось все просто не фогелевки конечно но неважно выборы и по мелочам можно немножко вот этим господам у них было прошлый раз по 450 монет сейчас 250 ну давай хоть 250 нам вот тебе шашлык и патроны а нам 250 так вот еще один торгаш ничего нету мы бежим к ивану Ивановичу ивану Федоровичу ивану Васильевич пардон я не помешаю и бородатый господин в костюме сидящий рядом с ней верзил одновременно поднимает голову первым с вами заговорит бородач его голос отчетливо слышится разрешение что еще такое мы компании не ищем я ищу ищу чиновника из краснознаменного Ивана Ивановича это не ты случайно удивлен мужчина а что ты решил что я тот самый Иван Иванович ай 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 а а ты по описанию подходишь вот ведь и кто тебя меня описал мой приятель дэнс завода Иван Иванович хлопает себя по лбу и жестом приглашает вас присесть ааа да да точно как я мог забыть это же насчет выборов в этой деревне отрадно да я действительно согласился помочь Денису Денисовичу в этом щекотливем деле легитим легитимизировать сам процесс так сказать вот ты славно тогда погнали в деревню ну чего уж ничего не поделаешь назывался грузин полезай в кузов и они встают из-за стола пойдем машину подготовим если вас тоже нужно подбросить то подходите место в автомобиле еще есть прокатиться было бы здорово да машина в этих краях настоящее спасение мы подумаем об этом мы очень сильно подумаем об этом мы тоже хотим машину у нас походу 9 уровень я тут не знаю они клепаются как сумасшедшие так что что нам думать насчет машины мы ее сейчас купим так давайте только заскочим может у кого мясо есть мясо сырое мясо о тетя надеюсь не шашлычное мясо господи как вы задолбали на тебе косыночку бутылку опять какие-то мутные патроны эти вот три типа патронов мне нужны монтировка пока тоже нужно на случай непредвиденных всяких вскрытий вот четыре ножа кукуруза и пожалуй все банку рассола оставим подкачивать силенки там еще целая куча железа так сейчас надо накормить собаку до упора а дын 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 пёс цел никуда отлично а что у тебя для человеков есть и для собаков для человека для собак есть tower рублей какой нибудь штуки интересны наверное мы те всю траву отдадим и заберем этих шесть кусочков мяса я не люблю сражаться с насекомыми и с крысами волков как-то мало попадает вот наш иван иванович и мы едем славный город которая на самом деле деревня от родная ну что дорогой от родная встречай нас ну шел бы пешком конечно немножко выздоровел а у нас тут есть хотя с другой стороны совершенно крутой чит код нас доктор есть попа опа опа доктор я первый занимал вас тут мужчина не стояла они тут все только выборами заняты никто не хочет у меня вала доктор не хотите так мы забыли сказать председателю что председателя нету его уже переизбрали блин масляный не сказал ему не доложился теперь уже бывший председатель ковалев сидит за столом в харчевне в руках он сжимает стакан с какой-то сивухой взгляд старика сконцентрирован на сивухе на стакане вы как товарищ ковалев старик поднимает на вас тяжелый взгляд и вздыхает со мной все в порядке на самом деле даже рад такому развитию событий прошу в деревне выбрать кого-то нового сейчас нужно говорить что является правильным решением это правда будущее на то и будущее она всякое может принести главное что я сейчас понял не стоит остановиться у него на пути эх на чего же рассуждать вот теперь хоть на пенсии посижу кала калачу пожую калачи за огородом послежу ну отличный ход мыслей так скажем правильный ход мыслей старик внезапно улыбается спасибо я думал что ставка убьет меня но вместо на этого на душе как-то легче стало ступать у вас наверно масса дел а этому старику уже торопиться некуда ну не унывайте ковалев пока катя катерина за стоит молодая дама катя она постаралась чтобы произвести сегодня особое впечатление и это у нее удалось увидев вас катя робко улыбается и кивает приглашаю вас подойти поближе о привет а я тут вот о выборах все думаю жал конечно на то что товарищу ковалева пришлось уйти в отставку но мне как показалось он и сам был не против так она очень даже за победить и какие у тебя шансы победить как минимум не ниже чему завхоза грамкина но это уже решать жителям деревни не мне да конечно жителям до деревни а я могу выиграть эти выборы а это она горит постой а а как ты думаешь я могу выиграть эти выборы конечно я в этом категорически уверен девушка хихикает на тут же робко опускает взгляд спасибо даже не думаешь все равно спасибо всегда пожалуйста ладно мне пора убегать про это уговаривать мирных жителей других вариантов у вас нету так как на мне кепка то вы все избираетесь иванович чем-то переговорит со своим телохранителем за ведь вас оживляется и хлопает ладоши а вот и ты чудесно значит так местный завхоз и один из участников предвыборной гонки товарищ гранков уже провел с жителями необходимую политработу ковалев сам устранился и ушел в прострацию осталось только все красиво обыграть отлично красиво играть это как народ по большей части готов к выборам все будут голосовать за указанных кандидатов какой-то рыбак хотел ввести свою кандидатуру но ему быстро объяснили что выборах могут принимать участие только постоянные жители села короче все будет законно так кто наши кандидаты помимо товарища гранкина разглаживать пиджак и чуть понижает голос помимо гранкина баллотироваться вызвалась катя ротченко хозяйка местной харчевни денис денисович предполагал что она сделает такой шаг это не страшно начинает говорить еще тише почти переходя на шепот гранкин думает что победа у него в кармане но это может быть совсем не так поставлю вопрос ребров давай сразу решим судьбу деревни кого нам стоит поддержать ты как представитель завода думаю вполне вправе это решить я закачу думаю что должна победить катя свежая кровь новые идеи вдруг даст оговорился иван иванович бросает быстрый взгляд на обильно потеющего деревенского завхоза и кивает да понял свежая идея это конечно хорошо но отсутствие хоть какого-то опыта горячая голова это уже похуже впрочем с денис денисовичем под боком я думаю что он будет проводить полезную для денисовича политику полюбая кто б тут не был ладно тогда тебе возможно будет интересно узнать что в деревне есть два человека которые сильно настроены против ее кандидатуры во-первых это жена охранника казны такая хозяйственная женщина с суровым крупным лицом кажется ее зовут карина она и сама против кати и мужа свое против нее настраивает в общем мутит воду а во вторых это сам гранкин ему лучше указать на его неправоту провести политбеседу если ты захочешь официально за ним далеко ходить не нужно он под боком и ну эту катерину как-то поменять ее точку зрения карину то есть карина ты вся оппозиция ну да остальные либо и дефицит индифферентны либо проголосует вместе с большинством есть еще один момент кивнуть выборы должны пройти без сучка без задоринки это значит что нам нужна стопроцентная явка как в ссср земляем и пухом но проблема в том что два человека в деревне наотрез отказываться голосовать да еще и остальных смущают это дед семён который принципиально не хочет голосовать за гранкина и по его словам не может взвалить подобный крест на катю а также охранник ян который решил что демократия это еще и право отказаться этих двух баламутов нужно принудить к операции отлично принудим рад слышать люблю административную работу так я пошел первое с чего начнем гранкин сохранится светится смотрится по сторонам нервничает к выборам почти все подготовлено остались только мелкие детали а вот об этом я и зашел поговорить да что такое может мне нужно речь подправить слушай друг для всего последний будет лучше если на выборах победит катя провал так ну нам общение все равно надо подкачать давайте видимо сейчас просто еще есть вариант интеллект дело в том что в деревне крайне радикально новое лицо и смена имиджа женщина в роли председателя чем не революционное изменение ну так конечно так ну да простят меня карл макс фридрих энгельс и владимир ленин революция не всегда разнозначно чему-то хорошему те так только кажется в нашем случае только революция может спасти деревню ладно есть и только подобное неожиданно необдуманное решение может нам как-то помочь так и быть я дам свой голос за катю ну что ж то есть его особо сложно уговаривать не пришлось я его и блатным жаргоном уговаривал то есть его тут по всякому можно карина корола каролина карина перед вами стоит хозяйственная женщина вот таким лицом выборы выборы все кандидаты вызывают сомнения так я за этим и зашел поговорить о выборах ли кандидатах так как голосовать опытный в воровстве в обмане в подлости в неуважение к старикам да женщина лицо становится серьезнее видимо ваши слова смогли задеть ее уверенность в гранкене ну что раз на руку не чист это не секрет я просто так думал если народ его уважен свои поганые привычки быстро забудет думаешь не будет такого уверен что не будет один раз вор всегда вор только вкус еще больше приходит ну что ж голосую за катю удачи так мы убедили обоих не желающих голосовать как они называются то правильно сейчас не активных элементов надо убедить дед семён что ж ты ох шинок все эти голосование это не по мне штары я для таких развлечений может что обсудим твой нежелание голосовать отец чего там обсуждать зато за гранкен голосовать мне противно а катю из наших харчем жалко прошло не хочу я и такую участи шо пошел как следить отец пожалуйста важно чтобы все проголосовали включает себя старик вздыхает снимать свою тюбитейку и проводит рукой по неровно стриженной седой голове похоже что вы прозвучали убедительно достаточно убеден чтобы заставить этого старого скептика задуматься но раш это так важно я как-то даже не уверен что один мой голос что-то изменит в отрадном жителей раз-два я пчелся каждый голос дед согласно кивает эх правду говоришь народ у нас сильно поубавилось за годы знаешь что а ну и хрешнем проголошу тогда хочешь попробовать какого это правильный выбор отец по лесам шорхался блин браконьерничал хоть узнаешь праздник счастья то есть выборов а который из солдатов тут явно из вас простите ну ладно не угадал так мужик мы тебе бутылку пива споили а ты тут не хочешь голосовать собака не лай не мешай мне охранник ян смотрит вдаль то приглядывается на притихшую в ожидании забора в деревне заметив вас он кивает бискульт привет слыхал про эти выборы вообще-то я наверно воздержусь а вот давай обсудим ну и что тут обсуждать я не хочу голосовать имею право нехорошо это товарищ против общерись быть против ледокола под названием коллектив слова его затронули ого как заварю прям как партийный агегитатор понимая что дело вроде народное общество листическое но не хочу влезать понимаешь как-то тут все неправильно что ли ну хоть сказал почему бы почему голосовать не хочешь что тебе неправильным кажется объясни стражник цокает языком сплевает под ноги мне не нравится что наши единственные кандидаты это катя из харчевни и завхоз гранкин катя мне как человек импонирует но опыта у нее в политических вопросах ноль а гранкин мне наоборот по-человечески противен замужа зануда возможный взяточник но зато у него есть и оба варианта так себе дедушка девушка простите между прочим светлая и добрая будет вам тут всем как мать родная что-то у такое ощущение что ты агитируешь за нее еще бы это ты начал наверное у тебя тут свой шкурный интерес ну тут раз ты у меня еще и козлом каким-то выставляешь которого жаба в душу ткачку выручить ладно хрен с ним проголосую убедил что ж отлично это была последняя четвертая капля в нашей чаше к усилиям мордоворотов не пришлось прибегать осталось нарезать тысячу листков и все будет отлично иван начали бат с любопытством разглядывается по сторонам заметив вас он привитливо машет рукой как могу помочь все готовы разобрался со всеми задачами до времени уже до достаточно прошло но это же отлично полагаю что можно приступать главному делу хотя нет сперва молча слушаем ой даже окна неловко просить но понимаешь мне нужны 30 стопок всякая разная макулатура это для бюллетеней и прочих необходимых документов сам понимаешь ваш товар не из дешевых ну я не верю что ты никак не подготовился а вот стоит поверить даже с лучшим из нас могут произойти подобные конфузы ох ох ты видел бы свое лицо да успокойся все у меня при себе есть думаешь дело имеешь с новичком каким-то но ты даешь иваныч я и не думал что ты такой шутник значит я ошибался у меня работа не то чтобы особо интересно нужно ее иногда разбавлять всяким ладно шутки в сторону пора начинать этот карнавал меняется сцена ждем избирателей чиновник достает документы аккуратно прямоугольные листки все выносится жителям несмотря на небольшие размеры деревни голосование занимает добрых два часа вот то свинья забегает то рыбак ну наконец-то расходится иван иванович немало щурис осматривает колоду бюллетеней в своих руках и кладет их на тумбочку да скажем так тут не высшая математика ну и что кто победил ваш собеседник еще раз склоняется на списком результатов что-то без безмолвно проговаривает чуть шевеля губами наконец без особого восторга произносит да молодость молодость победила в лице очаровательной кати интересный результат от местного населения честно говоря страсти к таким резким переменам не ждал но с другой стороны я же не знаю насколько им надоело власть пожилого патриарха это катя как я успел заметить девушка умная хотя для общественной работницы этого навыка мало без него было бы еще труднее прижиться на посту удачей так сказать и быстрой обучаемости на новом месте ох захватывающий мир избирательной демократии что теперь а теперь ничего дело сделано я еду обратно красноармейский приятно было познакомиться передавая дэну мое уважение кстати как будешь проходить мимо торговой палаты краснознаменного не стесняйся спрашиваю иван ивановича мы же теперь считай коллеги так и сделаю удачи в дороге иван иванович чиновник кивает махает машина звук и уехали ну что отлично мордовороты тоже уехали здоровье 21 до сих пор но теперь то вы меня полечите доктор не нужна ваша помощь спасибо ну вот плюс 45 хп это совсем другое дело так ну что пойдем смотреть что там с дэном приключилась и докладывать ему в следующей серии а в этой серии мы еще вот подбегая к харчевне ковалев тут же нас заинтересовал сразу вы это самое вот приглашающий знак рукой делает подойдите молодой человек не составите компании дел то у меня в связи с недавними событиями поубавилось конечно как вы после отставки помочь чем-нибудь ковалев задумывается и решившись сообщает нам чутка пониже голос скучая по своему москвичонку чарлик мой синего цвета и ведь вот как бывает пока не появился здесь этот иван иванович даже не думал я что такое техническое чудо еще возможно но даже в такие времена есть место для чуда угоним машину иван ивановича ковалев говорит бог с вами голубчик конечно нет идея заманчивая но не 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 вы же много путешествуете весь наш край обошли по день не видели ли вы где-нибудь машину которая хоть бы в теории можно восстановить да я видел такую машину заводе дэна выглядит неплохо но вряд ли она на ходу как вам такой вариант взят ковалева светлеет все он еще даже наливая себе рюмку на стойке а прокидывает себя это просто очень хорошая новость значит дело за малым доставьте ее сюда а уж тут я все свои навыки применю чтобы оживить этого железного коня поставим его на колеса покрасим эх жаль только дорог не осталось почти ну отлично только вот толкать больно далеко да и колес на машине не хватает обратитесь к караванщикам они собственную технику имеют в пустошах их часто можно встретить а значит вполне могут подобную услугу оказать наверное дорого получится но с ними и торговаться можно ну хорошо пойду искать караванщиков с грузовиками ну что ж подписывайтесь будет продолжение вот всем до встречи не болейте пока пока пока